Здравствуйте! В эфире телеканал ACBC передача «Экономика дня» и я ее ведущая Елена Косолапова. За последние два дня произошло сразу два важных события, касающихся нефтяного рынка. Накануне страны ОПЕК-плюс приняли решение со следующего месяца сократить добычу нефти на 2 млн баррелей в сутки. Это равно примерно совместному потреблению таких стран, как Австрия, Болгария, Хорватия, Чехия, Дания, Финляндия, Греция, Венгрия, Норвегия, Португалия и Швейцария. А сегодня Евросоюз утвердил новый восьмой пакет санкций против Российской Федерации, который, среди прочего, предполагает введение потолка цен на российскую нефть. О том, как эти решения повлияют на мировой нефтяной рынок и цены на нефть в частности, будем говорить в сегодняшнем выпуске. На видеосвязи со мной сейчас находится Борис Марцинкевич, главный редактор аналитического онлайн-журнала «Геоэнергетика.Инфу» и Абзал Нарымбетов, нефтегазовый аналитик, автор телеграм-канала «Энерджи Аналитикс». Уважаемые эксперты, приветствую вас. Добро пожаловать к нам в эфир. Добрый вечер. Спасибо. Господин Марцинкевич, хочу сначала обратиться к вам. Итак, начнем давайте все-таки с ОПЕК+. С ноября месяца они планируют сократить добычу нефти на 2 миллиона баррелей в сутки. Объясняется это неопределенностью в мировой экономике. Как вы считаете, реальна ли это причина, по которой принято такое решение, или есть еще какие-то? Есть причина объективная. В зимний период обычно спрос падает, каждый год происходит. Объем падения обычно составляет порядка 2 миллионов баррелей. То есть вот как раз падает ситуацию и подстроенность, если смотреть так совершенно отвлеченно от происходящего. Если говорить более конкретно по сегодняшнему году, о том, что будут со стороны группы G7 попытки установить некий потолок цен на российскую нефть и нефть продукты, было известно заранее. И у стран, подписавшихся соглашение ОПЕК+, было два сценария, как их можно действовать. В том случае, если Россия действует на основании того алгоритма, который изложил лидер России Владимир Путин, есть потолок, нет нефти, нет потолка, есть нефть. То есть отказ России от поставок нефти в те страны, которые будут пытаться ввести какие-то нерыночные ограничения. Это означает риск того, что с мирового рынка нефти и нефтепродуктов уйдет порядка 7 миллионов баррелей. Как могли реагировать страны ОПЕК+, зная о том, что российская нефть выпадет с рынка, заранее договориться о том, как этот объем выпадения разделить между собой. Здесь наоборот тогда должны вроде бы наращивать, а не сокращать. С тем, чтобы получить дополнительную прибыль за счет квоты России, это одно соображение. Второе соображение, я думаю, более весомое. В том случае, если введение квот со стороны группы G7 и Евросоюза проходит, это означает, что потребители начинают диктовать линию поведения поставщикам, производителям нефти. Если усилиями группы G7 и им сочувствующих можно убрать с рынка нефть России, то вопрос остается только в том, кто будет следующим. Если потребители могут справиться с таким производителем, пытаться навязать ему свою волю, то следующим может оказаться кто он. Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты, Азербайджан. Кто вот на выбор, в течение какого времени это произойдет, остается только угадать. И решение ОПЕК+, не поддаваться давлению со стороны покупателей, вне зависимости от всех политических интриг, связанных с событиями на территории бывшей украинской советско-социалистической республики и прочего. Есть желание со стороны покупателей диктовать производителям, как они должны работать на своем рынке, со своими месторождениями, как решать логистические схемы. И нет ни малейшего желания у производителей под эту волю подстраиваться. Вот то, что мы увидели во вчерашнем решении ОПЕК+, по большому счету. Тем не менее, начата процедура введения потолка цен для России. Евросоюз достаточно сложная бюрократия. Опубликованное решение, оно еще не до конца согласовано. Там, по-моему, еще заседание то ли Совета Европы, то ли еще какой-то их структур предстоит. Может быть, будет торговля, потому что в том же Евросоюзе далеко не все страны приветствуют такое решение. Но обострение продолжается. Обострение, конечно, можно привернуть какие угодно политические интриги, но это противостояние между поставщиками нефти и ее потребителем. Господин Нарымбетов, теперь хочу обратиться к вам. Но все-таки 2 миллиона баррелей в сутки – это достаточно немало. Как я уже отметила, это почти половина Европы равно потреблению. Как вы считаете, не приведет ли это сокращение к тому, что на рынке просто возникнет дефицит нефти? Во-первых, надо озвучить, что страны ОПЕК – это объединение 13 стран. ОПЕК Плюс – это объединение еще одних стран. За последние 5 лет именно из 13 стран было увеличение добычи ток у Казахстана и Эмиратов. А в самих всех странах за последние 5 лет добыча воды нефти. Из тех стран ОПЕК Плюс, из 11 стран, только могут наращивать добычу в России и Казахстан, но из-за того, что сейчас на Россию санкции наложили, у них добыча упала на 1 миллион 200 баррелей в сутки. По показателям в августе, с показателям прошлого года. То есть на более 10% у них добыча упала из-за объединения санкций, и это еще не придет. То есть там падение еще дальше будет. В Казахстане, как вы знаете, проблема сейчас идет с Кашиганским месторождением, потому что там есть именно колонки на заводе, и добыча на 4 раза упала. И проблема с иском на КТК. То есть, по сути, Казахстан и так свой код он не выполняет. То есть то, что Казахстану дали 1 миллион 600 чем-то, там миллион баррелей в сутки, по факту сейчас у Казахстана бывает 1 миллион 500 тысяч. А почему ОПЕК такое решение принял, мне кажется, 2 миллиона? Мне кажется, это фактически просто не добирает. И то, что они не добирают таких стран, ОПЕК или ОПЕК плюс, тех всех совокупных стран, примерно 2 миллиона, мне кажется, они просто официально озвучили, что, скорее всего, они не из-за того, что не могут добыть, а это будет типа как ограниченная страна ОПЕК и ОПЕК плюс. На самом деле, мне кажется, это просто естественное объединение добычи, или по нему за фломы, или, так сказать, введение санкций. И по сути, по факту, то, что решение, то, что было принято в ОПЕК, мне кажется, сильно не повлияет на текущую добычу тех стран, которые были, то есть участвовали в решении. То есть это было просто как-то больше, наверное, постфактум решения того, что и так произойдет в ноябре. Господин Мартинкевич, вновь хочу обратиться к вам. Ну вот в преддверии встречи ОПЕК плюс были сообщения о том, что администрация Белого дома, президента Соединенных Штатов, пытается убедить страны ОПЕК не сокращать производство. Но по итогам встречи мы видим, что все эти попытки не имели какого-то эффекта. Более того, после того, как ОПЕК плюс огласила свое решение, в Белом доме даже упрекнули страны ОПЕК плюс в том, что они якобы солидарны с Россией. Как вы считаете, не говорит ли это о том, что сейчас в отношениях между Соединенными Штатами и странами Персидского залива, которые, ну, по сути, правят балом в ОПЕК, сейчас есть какой-то кризис? Я, конечно, понимаю, что это больше вопрос из области политики, но учитывая то, что в современном мире, наверное, политические решения в основе любого экономического какого-то вопроса, вообще политическая подоплека, она сейчас все определяет. Я просто не могу не задать этот вопрос. Ну, Байден, как только не пробовал договариваться со странами Ближнего Востока, был и его летний ваяж, закончивший в Саудовской Аравии просто ничем. Сейчас он попытался сделать то же самое, но посредством телефонной связи. Результат остался ровно такой же, и связано это, на мой взгляд, ровно с одним. Кто будет определять тенденции на рынке, покупатели или поставщики? Байден в данном случае выступает в роли поставщика, его нервное состояние, решение администрации о дополнительном выбросе на рынок нефти из Государственного резерва, это на самом деле подготовка к ноябрьским выборам промежуточным, для которых совсем уже осталось немного времени, и демократическая партия понимает, что рост цен на внутреннем рынке Соединенных Штатов на автозаправках уменьшает их шансы на благополучное прохождение выборов, и вот таким образом внутриполитическая обстановка Соединенных Штатов влияет на происходящее на мировом рынке нефти. Ничего хорошего в этом нет, но что есть, то есть. Достаточно давнее соглашение о том, что сделки по нефти на фондовых рынках, на рынке фьючерсов осуществляются именно в долларах США, вот одно из следствий того, что поведение Штатов очень сильно влияет на ситуацию на мировом рынке. Постегнет ли это страны-производители, страны-потребители, не входящие в группу G7, не входящие в состав Евросоюза, переходить на какие-то другие валюты расчета, будем смотреть. Господин Нарамбетов, ну вот как ваш оппонент уже отметил, что Соединенные Штаты, они высвобождают из своих резервов нефть с весны этого года, и вот после решения последнего ОПЕК+, вновь Байден объявил о том, что еще 10 миллионов баррелей нефти будет высвобождено, и это при том, что совсем недавно была новость о том, что и так резервы нефтяные Соединенных Штатов находятся на минимальном уровне за 40 лет. Как вы считаете, как долго еще Соединенные Штаты могут высвобождать нефть из резервов, для того, чтобы снизить цены на нефть, ну не до нуля же они будут выбрасывать свою нефть из резервов? Да, как вы говорили, тоже за последние 40 лет, наверное, самые минимальные, наверное, запасы сейчас имеет Соединенные Штаты Америки, и то, что они высвобождают 10 миллионов баррелей, по сути, это потребление в США полдня, наверное, потому что они в день где-то 20 миллионов баррелей в сутки. И я не думаю, что это даст какой-то эффект, за полдня это можно просто помощью употреблять. И я согласен в том, что они не будут, конечно, до нуля опрошать свои резервы, и на это рынок будет реагировать. Как она будет реагировать, мы, в принципе, по газовому рынку уже видим, что во время пандемии цена на кубометр, упала до 100 долларов, было в момент в Америке, сейчас до 3 тысячи, то есть 30 раз вырос. Никто этого не ожидал два года назад, никто не думал, что цена на газ на пищеметку будет где-то 2 тысячи или 3 тысячи, такие космические цены. И по факту то, что сейчас происходит, это, мне кажется, больше эффект недоинвестирования во время пандемии, потому что, во-первых, это был год, когда начали снижать именно инвестиции на нефтегазопроекты, во-вторых, было перенаправление этих инвестиций на энергопереход. Было очень много инвестиций именно в направлении зеленой энергетики, очень много было вестренных станций, да, и солнечных электростанций. По факту все поняли, что полностью заменить нефтегаз, то есть потребление нефтегаза невозможно. Почему? Потому что 90% химических сырье употребляется от нефтегазовой продукции, а вегресень 100% зависит от добычи нефтегаза. То есть эти отрасли пока вы не замените, потребление нефти и газа не будет снижаться, она будет расти. И то, что вы недоинвестировали, ну, в 2020-го года, да, и этот эффект уже мы видим, что во всех миров, странах, да, кроме, наверное, Саудовской Аравии, которые и то обещали, что на миллион только баррель могут повысить в течение пяти лет, получается, и кроме Саудовской Аравии, ни один из стран в мире, да, и вот эти вот их плюс, и все другие страны, которые добывают нефть, не могут повысить в бутешествие существенное. То есть этот эффект будет еще долго продолжаться, и потребление нефти, я не думаю, что будет снижаться. Все мы почти химию используем ежедневно, да, 90% из сырьев химии идет от нефтегаза продукции, то это незаменимый продукт. И все мы летаем, да, с самолетом 100% агитаристы, добычи тоже, то есть переработки нет. То есть это будет, мне кажется, больше и расти. То есть мы зависим от нефтегаза, то есть добычи. Эффект будет еще, мне кажется, не только на долгосрочном, но и среднесрочном, и долгосрочном. А долгосрочное можно спорить, среднесрочное, на мой взгляд, это абсолютно точно, потому что снижение объемов инвестиций с момента роста значения зеленой повестки, когда целое объединение банков отказывались финансировать апстрим-проекты, то есть отказывались от любых инвестиций в разведку, в разработку новых месторождений, это не могло не сказаться, о чем неоднократно говорил и предыдущий генеральный секретарь ОПЕК+, и лидеры Саудовской Аравии, лидеры Сауди Арамко, они говорят об этом вслух, постоянно отсутствие инвестиций, некорректное поведение банков приводит к тому, что в интересах всех участников ОПЕК+, держать стоимость нефти на высоком уровне, с тем, что если не идут на встречу банки, значит, что остается, только накапливать и делать инвестиции самим, другого выхода нет, потому что так продолжаться не может, мысли о том, что приливистая альтернативная генерация, на языке электроэнергетиков именно так называется, солнечная и ветряная генерация, которая критически зависит от погоды, попытка заместить круглое зеленым не получилась, и мы наблюдаем сейчас, на задворках где-то находится вся эта зеленая повестка, вся Европа радостно открывает ранее закрытые угольные электростанции, во Франции газовые электростанции по распоряжению правительства готовятся к тому, чтобы работать на мазуте, и так далее, и так далее. Господин Марцинкевич, но вот по поводу недоинвестиций, о котором, в принципе, все говорят, и ОПЕК, и другие страны, нефтепроизводители и компании, а сейчас что-то изменилось, после того, как об этом стали говорить, сейчас стало больше инвестиций в нефтянку, или все-таки все на том же уровне? Я думаю, это по итогам года нужно смотреть, потому что сейчас самая разная информация, порой противоречивая, вроде бы как продолжается рост инвестиций в так называемую зеленую энергетику, но появляется информация о том, что инвестируются уже серьезные проекты, в России как-то не испытывают проблем с инвестициями в Восток Оил, достаточно серьезный проект, собственно говоря, крупнейший на сегодня в мире. Будем смотреть, что будет по итогам года, сейчас обстановка нервная, все, что происходит с третьего квартала 2021 года, когда начал разворачиваться мировой кризис, сейчас минимальная оценка, что Евросоюзу это обойдется в триллион евро, куда они будут направлены, будут ли это ковровая раздача денег, вертолетная, так скажем, что подстегнет инфляцию, сказать сложно. Нелогичное поведение со стороны потребителей, поэтому ОПЕК+, наверное, и осторожничает, потому что до конца не понимает, чего же вот эти крупные потребители хотят добиться. Ищут логику, найти не могут. Господин Нарамбетов, к вам хочу обратиться вновь. А как вы считаете, есть ли еще какие-то меры, ну вот кроме того, что делают Соединенные Штаты, высвобождают нефть из резервов, есть ли какие-то меры, которые импортеры могут противопоставить действиям ОПЕК+, относительно сокращения производства, для того, чтобы как-то стабилизировать цены, стабилизировать рынок? Как я перечислил, из всех стран, пока я не вижу возможности существенно заменить этот объем, потому что, естественно, везде логича, кроме пару стран, упадает. Либо это не до дезистирования, либо это санкции, либо это поломки. В Казатах, например, это больше, я бы сказал, поломки на пожигание, поломки на китай. И, соответственно, я, вот как я озвучил, как косточные, среднеосточные перспективы, я не вижу, чем можно это заменить. Ветренные, например, территористанции, как по факту, мы видим, что они не всегда сто процентов работают. Они только могут, это взаимодополняющие источники энергии во всех Европах, максимум ветроэлектростанций могут использовать на половину. В Дании, например, рекорд установили 55% они могли заменить. Опять же, ведь, ветер не всех же дуют, солнечные электростанции, то же самое, не всегда они могут получить источник энергии солнца, то есть там, в середине, ночи, иногда и тучка. То есть, стопроцентная энергия, которую может дать, как у нас, например, теплых электростанций, когда мы уезжаем, то есть таких у них возможностей нет. Гретроэлектростанций, солнечные электростанции, они всегда взаимодополняющие части энергии. То есть, они всегда будут зависеть от других основных источников энергии, либо газ, это может быть или рук, или и так далее. То есть, может, то, что я думаю, один из вариантов, то, что сейчас потребление угля растет в Европе, они уже свои ограничения даже сняли. В Казахстане, например, сейчас растет именно экспорт угля в сторону Европы. Хотя, два года назад сильно упало до минимальных объемов. Сейчас мы видим, что Казахстане очень в рекордных объемах экспортируется в сторону Европы. И не только в Казахстане, а и с других стран. Почему? Потому что один из, я думаю, способов это заменить, это просто открыть, наверное, старые теплые инстанты, они будут просто управлять уголь. Зима уже близко, и они будут, эллинировать электричество и тепло, сжигая уголь. Потому что, в принципе, я не вижу вариантов другие в этом отношении. То, что может помочь на потреблении угля в России, ну, по-русски, это если мы, если они могут вылавливать большое количество выбросов от сжигания уголь. Тогда, мне кажется, они как-то можно господин Мартинкевич, вновь хочу обратиться к вам и обсудить с вами другое важное событие. Это новый пакет санкций против Российской Федерации, то, что вводится со стороны ЕС, потолок цен на российскую нефть. Как вы считаете, какие последствия этого решения могут быть для нефтяного рынка России? наверное, здесь надо вспомнить, что именно ЕС был основным покупателем ранее российской нефти. Как вы считаете, сможет ли Россия сократить производство? Возможен ли такой сценарий, что Россия сильно сократит производство нефти? Позволяет ли это сделать скважины оперативно? Давайте по порядку. Во-первых, полный текст нового пакета санкций еще не сформулирован, его предстоит досогласовывать. есть уже сделаны исключения для трубопроводных поставок по инициативе в Венгрии, есть персональные исключения для Болгарии, мы не знаем, чем все это закончится. Это первый момент. Второй момент, вне зависимости от этого потолка, не потолка, было известно, что с нового года Евросоюз наложил на себя эмбарган на морские поставки российской нефти, то есть к этому готовились заранее, и сейчас результаты работы в течение полугода по переориентации на восток и на юг показывают, что если в прошлом году до 68% российской нефти и нефтепродуктов уходило в страны Евросоюза, сейчас в последний раз официальный отсчет об этом давали в мае, и это было уже 49%, то есть задача у нефтяных компаний России была на самом деле ровно одна, до конца года свести вот эти показатели либо к нулю, либо как можно ближе. Понятно, что полная ноль не будет, потому что есть нефтеперерабатывающий завод в Сербии, в Сербии у Газпромнефти, здесь нефтеперерабатывающие заводы, у Лукойла в Болгарии, в Италии, понятно, что полного нуля не будет, чем более, что построенный Азербайджаном нефтеперерабатывающий завод в Турции, тоже можно считать европейским поставки Юрлс туда идут. Задача большая, серьезная, связанная она и с ограничениями по фракту, с боязнью ряда компаний и суда владельцев вторичных санкций. Будем смотреть, во-первых, чем закончится, как будет выглядеть окончательный текст вот этого нового пакета санкций, связанных с ограничением цены на нефть. Во-вторых, посмотрим, у России есть кое-какие запасные сценарии, посмотрим, что из этого будет реализовывать. Но, тем не менее, позволяют ли скважины сокращать как-то оперативно и в больших объемах производства? Или придется добывать и потом сжигать, что-то делать с этой нефтью? Ну, мы наблюдали тоже в 2020 году, когда ОПЕК+, просите, выводил сокращение на 10 миллионов баррелей сутки, Россия совершенно спокойно все это пережила. Я не думаю, что все будет настолько драматично, что потребуется глушить скважины. Если потребуется, российские нефтяные компании уже показывали, что вполне способны с этим справиться. Господин Нарамбетов, к вам вопрос. Россия является одним из важнейших поставщиков нефти на мировой рынок. Второе место по объемам экспорта, третье место по объемам производства нефти в мировом масштабе. Есть ли все-таки какие-то проблемы на нефтяном рынке России возникнут, снижение производства в частности? Как вы считаете, как это отразится на мировом рынке в целом? Хорошо. На самом деле, снижение, как я озвучил, уже происходит, потому что на миллион двести тысяч баррелей сутки уже по сравнению в прошлом году до обучения нефтипала. Это где-то более десяти процентов. К этому еще добавились санкции со стороны Европы. Они уменьшают потребление именно по надземным вопросам, дружбы, после которого спаде, но там есть союзный совет с каждым станом ограничения. Как это может повлиять? Это уже повлияло, как я сказал, уже более десяти процентов, и мне кажется, еще будет снижение. Насколько я не делал расчеты на эти прогнозы именно добычные нефти в России, и пока не могу сказать, какой диапазон будет, но десять процентов снижения, мне кажется, уже честно снижение для России и для мировой экономики нефти. Сейчас не так просто делать расчеты и прогнозы, потому что, напомню, с апреля месяца Российская энергетическая агентство перестала опубликовать на своем сайте данные по объемам добычи, переработке, экспорту и так далее. Сейчас анализ так просто не сделаешь. Для того, чтобы добраться до цифр, надо смотреть, что говорят таможенники и так далее. Не просто со всем этим, поэтому, когда вы говорите, что на 10% упало, с какой-то вероятностью на экране появился Александр Новок, может быть, ему можно доверять. Но это не рая, где аккуратно по месяцам было расписано, что где происходит. Господин Мартинкевич, а что касается цен, как вы считаете, какое влияние вот это новое решение ПЕК+, и потолок цен на российскую нефть в итоге будет иметь цены на нефть. Пока мы видим, что цены немножко подросли, но несущественны. Или все-таки стоит подождать ноября, когда сокращение вступит в силу, декабря, когда этот потолок вступит в силу, и тогда ближе к этой дате уже можно будет что-то рассуждать. Я думаю, что здесь тоже две тенденции. Во-первых, зима, и действительно падение спроса будет неизбежным. Во-вторых, не исключено, что будет разворачиваться рецессия в странах Европейского Союза, сворачивание реального сектора экономики, оно, разумеется, приведет к снижению спроса на нефть и нефтепродукты. Так что, я думаю, не нужно торопиться. Как отреагировал рынок фьючерсов? Не забывайте, что, когда мы смотрим на данные бирж, это нереальные сделки, это фьючерсы. Фьючерсы на ноябрь месяц сейчас идут. Давайте подождем. Немножко они изменились. Я бы так сказал, на 8% за сутки они поднялись. Насколько это долгосрочный подъем, будет ли он отыгрывать вниз? Все настолько динамично, что сейчас сделать прогнозы крайне неблагодарное. Господин Нарамбетов, к вам будет вопрос. На министерской встрече ОПЕК-плюс помимо решения об объемах производства на ноябрь, также было принято решение, что теперь такие встречи будут проводиться раз в два месяца, при том, что ранее они проводились ежемесячно. Как вы считаете, в связи с чем такое решение принято, неужели волатильность на рынке снизилась и, соответственно, нет необходимости каждый месяц встречаться и что-то обсуждать? Да, как я озвучил, идет естественное падение во всех странах ОПЕК-плюс. Даже, я бы сказал, что не было необходимости даже сократить добычу на 2 миллиона баррель, потому что и так не добирает страна примерно на 2 миллиона баррель. и, соответственно, они, мне кажется, решили, что дальнейшие встречи часто каждого месяца, ежемесячно будет необходимости. Рынок на самом деле не перенасыщен, то есть, наоборот, не доносит, то есть, не добирает спроса добычи, то есть, не по нефти. Я думаю, что решили так, чтобы реже сделать встречи с веками. господин Ромбетов, а по поводу, допустим, вот сейчас достаточно часто появляется сообщение в СМИ о том, что с Венесуэлой ведут переговоры, с Ираном ведут переговоры, возможно, могут снять с них санкции. Все-таки, если это произойдет, смогут ли эти страны, на ваш взгляд, что-то изменить на нефтяном рынке? Кратко срочной перспективе навряд ли, потому что, если даже снимем санкции, чтобы восстановить добычу из долгосрочной, да, то есть там был такой долгосрочный урон, именно, как я бы сказал, именно в Кринесуэлле, у них со скольких, с 4 миллионов баррель в сутки упало до до 100 тысяч, если не ошибаюсь. Сейчас, может, где-то диапазон где-то ниже миллиона бывает. Но, опять же, страны нуждаются в инвестициях. Эти страны нуждаются в инвестициях, в инвестициях, не нуждаются никакие систематические восстановления добычи, это займет какое-то время. То есть на данный момент то, что сниму этих санкций и сразу добыча они могут восполнить разрыв, я думаю, это маловероятно. Со стороны Ирана то же самое. то есть на месторождение они не реагируют на такие решения сиюминутно, небыстро, то есть там слайка как слайка есть система, их надо выполнять, потом уже в какой-то момент через я бы сказал, даже пару лет минимум потребуется, чтобы восстановить добычу в 10-ти не меньше. господин Марцинкевич, а вы как считаете, есть ли какие-то страны, которые сейчас могли бы при каких-то политических условиях, созданных для них, нарастить заметно добычу нефти? Понимаете, политические условия и дополнительные скважины, расконсервации ранее неработающих скважин между собой никак не связаны. Что угодно могут подписывать руководители МИДа, еще какие-то дипломатические работники, но потом должен прийти в мастер буровой установки и провести свою работу, которую за него никто не выпал. Если говорить, подтверждать слова моего собеседника, ну, смотрите, Саудовская Аравия, которой не касались никакие санкции, никакие проблемы у нее не были, она говорит о том, что она может нарастить на миллион баррелей в сутки добычу, если будет работать в течение 5 лет. Соответственно, Венесуэла, которая находилась, и находится в куда-то более драматичной ситуации, там и смена владельцев и прочее, и прочее. Два года это вот мой собеседник еще оптимистично настроен. Я думаю, что там и больше, может быть, в более выигрышной ситуации находится Иран, вот ему может быть два года хватит, но в любом случае наращивание объемов добычи нефти это не поворот водопроводного крана, хочу меньше, хочу больше. Если хочу меньше, значит, специалисты должны провести ряд работ, которые займет какое-то время. Если хотим больше, то же самое, специалисты выйдут и будут проводить свою работу, которая не зависит от того, улыбались друг другу послы с министрами или не улыбались. Нефтяной скважины как-то все равно. Спасибо большое, уважаемые эксперты. На этом наша передача подошла к концу. Спасибо за интересную беседу. Напомню, что в эфире была передача «Экономика дня». С вами была я, Елена Косолапова. Обсуждали в этом выпуске мы решение производителей нефти из ОПЕК+, о самом значительном сокращении добычи с начала пандемии и новый пакет санкций ЕС против России, который предполагает введение потолка цен на российскую нефть. В дискуссию участвовали Борис Марцинкевич, главный редактор аналитического онлайн-журнала «Геоэнергетика.Инфо» и Абзал Нарымбетов, нефтегазовый аналитик, автор телеграм-канала «Энерджи Аналитикс». Я на этом с вами прощаюсь. Всего доброго. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова